всем привет сегодня познакомимся в общих чертах что такое язык программирования си шарп вот это он у нас идет следующем списке до этого был java javascript cc плюс плюс сейчас си шарп получать пятое место у него было в моем обзоре топ-20 языков программирования и так си шар пишется вот так вот так ну и у него полно всяких названий шарик си сярп си решетка до диез си диез цереш решетка си вафля цесарка си сетка ну и и другие вот этот язык для промышленной разработки на платформе нет объединивший в себе мощь java и простоту си плюс плюс вот си шарп относится к семье языков с си подобным синтаксисом и из них его синтаксис наиболее близок к си плюс плюс и я ва жава джаба и так далее вот ну один и тот же язык язык имеет статическую типизация поддерживает полиморфизм перегрузку операторов делегаты атрибуты события свойства обобщенные типы и методы итераторы анонимные функции с поддержкой за замыкание исключение там комментарии виде форма и формате xml и т.д. вот перенял много своих предшественников языков то есть у него предшественники были си плюс плюс паскаль модула модула мау и и другие и в особенности java то есть вот предшественники тоже java еще возьмем вот си шарп опираясь на практику их использования то есть в основном на практику использования вот этих вот языкового исключает некоторые модели зарекомендовавшие себя как проблематичные при разработке программных систем например все шарп в отличие от си плюс плюс не поддерживается множественное наследование классов но между тем допускается множественное наследование интерфейса но это как бы уже немного разные вещи по большому счету си шарп это у нас дьява и с припеленными сбоку си плюс плюс припеленным сбоку си плюс плюс ну и там несколькими крутыми фичами вот или функциональными фичами вот си шарп разрабатывался как язык прикладного уровня для clr что такое clr clr это общая языковая исполняющая среда то есть исполняющая среда для байт кода там в которую компилируются программы написанные на для нет платформы нет платформы это разработка microsoft вот и она включает в себя такие языки как си шарп си шарповую visual basic . нет вроде бы джей джей шарп какой-то не знаю про они не джей шарп перепутал вот и прочее на менеджер си плюс плюс у них еще есть джет си плюс плюс и и еще есть другие и могут быть другие эти языки могут дополняться так вот си шарп разрабатывался как язык программирования прикладного уровня для clr и как таковой зависит прежде всего от возможности вот этой clr то есть можно провести грубую аналогию с jvm виртуальной я в машиной для java вот но давайте пока это обсудим как так и и зависит прежде всего от возможности clr это касается все прежде всего системы типов си шарп присутствие или отсутствие тех или иных выразительные выразительных особенностей языка диктуется тем что тем может или конкретная языковая особенность быть транслирована в соответствующей конструкции clr вот clr предоставляет си шарпу как и другим на это ориентированным языкам многие возможности которых лишены классические языки программирования то есть например сборка мусора не реализовано в самом си шарпе здесь ее нету а производится clr то есть вот этой вот штукой для программ написанных на си шарп точно так же как это делается для программ написанных на visual basic нет там f sharp и блин j sharp ну где то так короче и других языков вот и теперь давайте вот я говорил для аналогии можно взять jvm виртуальную я вам машину но в отличие от jvm вот это исполняющая среда для байт кода не привязана к одному языку программирования то есть живем привязана только к джаве здесь же нет вот и в составе предварительных версий microsoft нефт имеется компиляторы для языков c++ и шарпи жил basic и и кроме всего прочего независимые разработчики могут добавлять другие языки создавая свои компиляторы для исполняющей среды ну для вот такой вот для этой среды во вторых вот эта среда не предназначена для программной интерпретации предназначена точнее не для программной интерпретации как в виртуальной java машине а для последующей компиляции то есть эта среда следующим этапом компилирует этот байт код в машинный код и позволяет достичь существенно большего быстродействия программ чем та же джава машина для джавы вот 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 и так идем дальше кик редак такой человек из microsoft считает что си шарп более сложный язык чем джава по его мнению язык джава построен таким образом чтобы уберечь разработчика от выстрела в собственную ногу а си шарп был построен так чтобы дать разработчику пистолет но оставить его на предохранителе и так какие же особенности языка компиляция в промежуточный язык байт код и потом компиляция уже как бы в машины но здесь есть проблема никакой защиты кода нету то есть если мы возьмем язык c++ и скомпилируем программу то она поддается декомпиляции то есть а декомпиляция то есть компиляция это перевод исходного в кода в машинный код а декомпиляция по логике из машинного в кода в исходный так вот программа на c++ поддается декомпиляции только при глубоких познаниях в диза сэмблере но все шарпе если мы возьмем си шарп исходный код программы легко и просто про получается программками по типу там рефлектор вот вроде бы так за доли секунды и декомпилируется без ошибок вплоть даже я такое видел тоже сам вплоть даже до названий переменных то есть как автор писал как называл переменные собрал эту программу а потом взяли декомпилировали и получили такой же исходный код но единственно да там нет комментариев все ну конечно же есть программы для защиты этого всего сторонние программы после которых декомпилированный код абсолютно не читаем но 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 это такое итак плюсы языка средний порог практического вхождения для знакомых с каким-нибудь языком похожим на си и соответственно сложный порог вхождения для тех кто с такими языками вообще не знаком дальше полностью оп даже элементарные типы данных ну тонны синдоксического сахара там присутствует да также компиляция производится сразу в команды целевой архитектуры то есть конечная программа собирается специально под ту машину на которой запускается а вот огромное количество уже готовых классов на все случаи жизни только и ждущих чтобы ими воспользовались то есть не надо ничего придумывать все уже есть осталось только взять скопировать примеры из документации для языка есть собственно всегда разработки языке участвовали отцы хаскеля и делфит вот наличие событий и соответственно встроенного обработчика событий присутствует возможность работать с памятью напрямую конечно же это критикуются многими там си шарп программистами там типа гуру какие-то но присутствует эта возможность вот так 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 что у нас дальше дальше интеграция с неуправляемыми языками одной команды в частности может может быть интеграции с си и си плюс плюс вот некоторые умудряются скоммутировать даже с фартрана есть также настоящие не только вложенные многомерные массивы и опциональная проверка переполнения плюс в ноябре 2014 года как говорят но даже не говорят а так и произошло внезапно выпустили в с комьюнити и дишин то есть это бесплатный вариант вижу студии профессионал вот бесплатный вариант для индивидуальных разработчиков в любых целях представьте себе это microsoft и сделал вот такой ход в любых целях и для организации с числом компьютеров меньше чем 250 и годовым доходом меньше чем миллион долларов до 5 штук на организации то есть если есть такая контора то пять штук на одну организацию вполне хватит ну по мнению microsoft но это и так уже неплохо вот так ну также доступна она бесплатно для open source обучение или академический для академических исследований то есть в этом случае их количество не ограничено по слухам ну я думаю вы знаете кто такой сивен столман он все-таки добрался до верху microsoft и как говорят покусал их там всех теперь минусы языка чтобы вести нормальную коммерческую деятельность придется затариться лицензиями windows и visual studio хотя до 100 то бесплатная версия которая есть она в принципе достаточно функционально но 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 нужно быть готовым к покупке лицензии кроме того существует открытый аналог visual studio sharp develop написанный на си шарпе вот дальше это мы минусы перечисляем синтаксическом сахаре зарыты не очевидные для некоторых программистов способы выстрелить себе в ногу далее из огромной любви билла гейтса к бэйсику сохранен эпический оператор go to что странно потому как другие сомнительные операторы из и конструкции из языка выпилили впрочем 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 это дело такое вот так же присутствует возможность работать с памятью напрямую что убивает зачатки надежности но позволяет делать эпичнейшие по своей убогости костыли сделано как как это обычно бывает у мага у microsoft из маркетинговых соображений вот 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 и по этой же причине оставлены беззнаковые целые штука довольно полезная когда приходится воевать за каждый байт ну или хотя бы килобайт но абсолютно ненужная в корпоративных приложениях которая уже на старте отжирает несколько десятков как говорят я не знаю но то говорят несколько десятков гигабайт и при этом позволяющие заработать весьма неочевидные ошибки при поиске которых посидел не один десяток программистов вот в отличие от явы или джавы или жабы и прочих языков с виртуальными машинами методы классов по умолчанию не виртуальны для чего это сделано непонятно добавляется лишний синтексический сахар увеличивает вероятность пусть и легко обнаруживаем их но все же ошибок при этом прирост по производительности весьма сомнительны ну и дальше следующий минус проигрывает этой пресловутому языку джава и и потомкам по скорости работы хотя нужно признать что в данный момент процветает куча языков уступающих по этому параметру си шарпу но это все познается в сравнении дальше 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 ну конечно же язык создан империи добра microsoft в отличие от альтернативы порабощенной компании зла оракал то есть альтернатива это я во или джава также минус это было и в плюсе что в разработке языка участвовали отцы хаскила и дэлфи и это и в минусе что в разработке языка участвовали отцы хаскиля и дэлфи вот ну и следующий минус как и все от microsoft встроенной библиотеки работает только с другой продукцией microsoft вот так этот ну и этот язык все-таки писался с парадигмой чтобы легче писалось они чтобы лучше работала как впрочем и я вам и почти все появившиеся после си отличается тем что умело маскируется под нормальный язык вот в результате чего быдло менеджеры принудительно пихать его в такие разработки в котором не ему самому не самим этим менеджером не место примерно как не место скажем ардуине в проекте вояджер ну и новоследок простейший пример хэллоу ворда вот он вот так вот выглядит синтаксис он си подобный это си шарп у нас вот 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 это простейшая консольная программа которая печатает у нас хеллоу ворда точно так же здесь можно объявить строку тринга хэллоу присвоить ей вот это вот значение давайте по бы реку это сделаем вот так вот вот и вывести хэллоу все легко и просто вот как мы видим все работает точно также есть множество просто здоровенное множество библиотек полезных функций для того чтобы распарсить строку и не только строку и джейсон и и все-все-все-все то есть если разрабатывать под microsoft поднет платформу если это юайные приложения кнопочки графики работа сетью си шарп и платформа нет ну альтернативы конечно же нету если не нужно клоу кроссплатформенность из и повышенные требования к быстродействию далее разработка веб-сайтов это отдельная песня и на самом деле у microsoft они ну на мой взгляд получилось неплохо я не знаю как оно должно быть в идеале но то что было до а dot net и dot net core это было просто отдых ну на мой взгляд соответственно у них сейчас есть . по моему нет core дальше дальше что-то я особо честно говоря не разбираюсь но разработка сайтов с использованием вот нет core паттерна в мвц там еще можно если кому интересно гуглануть мвц нет кор там и и и т.д. и т.п. то есть разработка сайтов штука довольно таки то есть это максимально мы отходим от этих html и прочего всю логику клипаем на си шарпе то есть это так называемый backend вот не надо всяких можно без всяких вообще скриптовать их всяких печки могу ошибаться я просто немного знакомился чуть-чуть знакомился с этим и сайты действительно стала разрабатывать гораздо приятней если ваш сайт просто будет содержать какую-то информацию что-то виде блога где не будет каких-то красивых элементов то есть четко коротко информативно и доступно вот соответственно как бы что я могу сказать от себя то есть это перед этим большая часть это было не от себя это я разные источники читал исследовал вот но от себя я могу сказать что есть вам нужно юай приложение какое-то с кнопочками которое должно поддерживать все технологии там всякие соединение сетью там передача данных и если к этому при это приложение не должно быть кроссплатформен и она на не должно к нему и к этому приложению нет повышенных требований к производительности к памяти потребляемой то все шарп платформа нет ваш выбор действительно очень быстро и эффективно можно это все дело разрабатывать вот ну на этом все как бы конечно же я думаю вы знаете что си плюс плюс или си языки конечно же лучше но это субъективное мнение объективное я вам его сказал поэтому всем спасибо за внимание подписываемся комментируем делимся жмем колокольчик ну и все всем пока